Мы приветствуем вас в стенах гостеприимного Центра культуры и общественных мероприятий и благодарим за то, что в воскресный, послепраздничный день вы нашли время, возможности и интерес проявить внимание к непростой и далеко не праздной теме для нашего города. Мы рады приветствовать всех присутствующих на нашей творческой встрече и особенно переводчика, архивиста, исследователя, человека, благодаря трудам которого эта удивительная история и воспоминания стали достоянием широкой общественности Дмитрия Александровича Белановского. Мы благодарим Шаверину Галину Викторовну, председателя Северодвинского отделения регионального объединения пострадавших жертв от политических репрессий «Совесть», которая более 30 лет занимается увековечиванием памяти жертв политических репрессий и благодаря которой, в том числе, многие документы и свидетельства о пребывании Андрея Сантеренц вошли в книгу, которая осталась главной героиней сегодняшней встречи. Мы рады представить вам книгу с говорящим названием «17 лет в советских лагерях». Ее автор и героиня Андрея Сантеренц, француженка, которая вышла замуж за советского дипломата Алексея Трефилова и вместе с мужем приехала в Советский Союз. Полная надежд и планов, прежде всего, на счастливую семейную жизнь. Но, увы, им не суждено было сбыться. 26 лет Андрея Сантеренц провела в лагерях. Из них 17 в лагерях в Мордовии, Поморье и Республике Коми. Лойлак, Ягринлак, Молотовск. Занимает ее жизни долгих 12 лет. С 1939 по 1951 годы. По первому обвинению она, как член семьи врага народа, отбывала наказание в Ягринлаге. Ее второй муж, Николай Мацогин, был объявлен врагом народа и расстрелян после нескольких лет работы переводчиком в закрытых тюрьмах. Затем была работа в положении вольной наемной в городе Молотовске. И страстное, абсолютно понятное человеческое желание увидеть сына и вернуться домой, на родину, во Францию. Но ответом на него станет приговор за антисоветскую пропаганду в городе Молотовске. Ее воспоминания самобытны, пронзительны, бескомпромиссны. Но для нас, жителей Северодвинска, безусловно и интересны, как еще один источник сведений о становлении нашего города. Они, как голос из далекого прошлого, рассказывают об известных событиях, дополняя их новыми деталями, лицами, взаимоотношениями, фактами. А зачастую поискуют о том, что до сих пор не было известно. И вот спустя 70 с лишним лет в нашем городе вновь звучат слова из воспоминаний Клотильде Андре Сентеренса. Молотовск находился в 70 километрах от Архангельска. Его начали строить в 1930 году и закончили только в 1953. Можно сказать, что в строительстве нового города участвовали представители всех национальностей СССР. А вырубкой леса занималась бесплатная рабочая сила. Первыми сюда прибыли кулаки с Украины. В бескрайних лесах у Белого моря несчастным сыльнопоселенцам приходилось самим строить себе дома, поскольку никакого жилья для них предусмотрено не было. Поселок построен этими подневольными пионерами и сегодня называется Нахаловка. Название подразумевает, что поселок построен незаконно, без разрешения. Улицу, где он был расположен, недавно назвали Двинской. В августе в Молотовск прибыли работники-добровольцы – мужчины и женщины. Они поверили пустым обещаниям, но быстро разочаровались, пожив по 10-15 человек в одной комнате. Тем, кто уже хотел собирать вещи, напомнили, что они подписали контракт на три года и не могут уехать из Молотовска до окончания этого срока. Если же они ослушаются и будут пойманы, их ждет трехлетний лагерный срок. Рабочие в моем квартале жили у ужасающих условий. И с приходом оттепеля им приходилось откачивать воду, скопившуюся под полом барака. Конечно, знатоки истории сразу обратят внимание на неточности даты начала строительства города и количестве километров, отделяющих его от областного центра. И это неудивительно, ведь воспоминания писались уже по возвращении во Франции по прошествии некоторого времени. Любопытны другие упоминания, например, поселок Нахаловка. Этот неофициальный топоним ушел из обыденной лексики северодвинцев. А еще недавно так называли построенные самовольно-лодочные гаражи в районе второго участка. И свое название он получил по наследству как раз от того поселка, о котором пишет Андрес Антеренс. Удивительно. Несмотря на положение заключенной, Андрес Антеренс была прекрасно осведомлена об основном назначении строительства нашего города, а также других не менее важных стратегических объектов. В 1942 году были построены завод по производству подводных лодок, железная дорога, аэродром, дамба, закрывающая порт, станции, театр, ресторан, общественный парк, дом советов и кинотеатр. Обратите внимание, француженка, проживающая в нашем городе сначала в качестве заключенной, а затем вольно-наемной, что не сильно отличалась по своему положению, неоднократно называет наше самое крупное градообразующее предприятие заводом по производству подводных лодок. И это в то время, когда в 1942 году наш завод с подводным флотом связывает всего две подводные лодки, Л-20 и Л-22, которые были заложены на Балтийском заводе и по Беломоро-Балтийскому каналу направлены к нам для окончания строительства. Плюс 8 малюнтов, которые также были доставлены в Молотов, но лишь для того, чтобы провести здесь испытания и спустить их на воду. До 1951 года, пока Сан-Теренц находилась в Молотовске, была к тем двум подводным лодкам, достроенных у нас на заводе, была сдана еще одна подводная лодка М-214 и еще одна снятаз производства. И все. В условиях военного и послевоенного времени вряд ли эта информация носила общедоступный характер. Но очевидно, что жителям города и даже некоторым заключенным она была известна. Большую часть срока Андре Сан-Теренц провела в Ягринлаге. Заключенные. Работала на строительстве аэродрома в Васьково, затем в Молотовске. В своих воспоминаниях она беспристрастно фиксирует количество пребывающих на стройку заключенных, пополняя ее еще большим числом обездоленных, лишенных прав и надежд людей. Осенью 1942 года советское руководство потребовало ускорить работу по строительству Молотовска. Постоянно пребывали этапы с новыми заключенными, поскольку всех уголовников мобилизовали на фронт. Я вспоминаю колонны из 6 тысяч человек, 3,5 тысячи жителей Ленинграда и 2,5 тысячи красноармейцев после встречи с представителями союзных войск, осужденных на 10 лет каторги за критические высказывания о положении советских граждан. Спустя несколько дней прибыл этап из 5 тысяч немецких военнопленных. После карантина их направили на строительство нового здания дома младенца. Другие днем работали на лесопилке на улице Линской. По ночам, а также по воскресеньям, им на смену приходили русские заключенные. Немцы внесли большой вклад в строительство Молотовска. В июне прибыл большой этап, состоящий из поляков и венгров, позже заключенный из Прибалтики. Он почти полностью состоял из интеллигенции, врачей, инженеров, адвокатов. Однажды в декабре я увидела колонну из тысячи человек. Эти заключенные отличались военной выправкой и держались с исключительным достоинством. Воспользовавшись моментом, когда Опер ненадолго удалился, я спросила у заключенных. Кто вы? Откуда прибыли? С Украины. Мы остатки власовской армии. Воспоминания Андре Сент-Теренс позволяют в полной мере оценить нам и масштаб репрессивной политики государства того времени, и состав заключенных. Между тем, судьба подарила Андре возможность освоить специальность медицинской сестры. И эти навыки помогли ей выжить в лагерях, работая в лазаретах, а позже найти заработок после освобождения из Ягринлага. Выжить путем замены физических страданий, связанных с тяжелыми, изнурительными работами в северных неблагоприятных погодных условиях, на не менее тяжкие и неизбежные моральные издержки. На следующий день меня перевели во второе лакотделение под начало доктора Васильева, в палату больных Пелагра и Цингол. По мнению врача, из двухсот пациентов, лежащих там, 75% были обречены. Эти несчастные умирали, как мухи, и из одного конца барака в другой раздавались голоса «Сестричка, помоги мне! Спаси меня!». Мне так хотелось выйти из помещения, где главным надзирателем была смерть. Я всерьез думала, что потеряю рассудок среди больных, находящихся в предсмертной агонии и уже умерших. Каждую ночь прибывала очередная партия, но большая часть из них умирала еще до медицинского осмотра. Все, что видела Андреса Торрен здесь, ей приходилось осмысливать через призму своего опыта, своей жизни, своего характера. Молотовск, строительство номер 203, Ягринлад. Картины этой жизни навсегда врезались в ее память. И подсознание через какое-то время потребовалось зафиксировать их на бумаге в виде рисунков, выплескивая вместе с ними всю боль, ненависть и страшные воспоминания. На время больших полевых работ сюда в качестве подкрепления пригоняли заключенных, которые трудились здесь до осени. Иногда они находили полгнилые картофелины от прошлогоднего урожая, мыли их и ели посыпая солью. Работая в лесу, они собирали и тут же поедали грибы, почти у всех вызывавшие рвоту. Мне приходилось делать импровывание желудка, но я не могла дать этим работникам освобождение от работы, так как у них была нормальная температура. Эти бедолаги с опухшими ногами и деформированными связками испытывали невероятную физическую слабость. Я плакала, стыдая и отчаяния, но они, видимое положение, задыхающимся голосом говорили мне. «Ничего, детка, сегодня я еще постараюсь выбежать». Я чувствовала себя причастна к преступлению, совершенному советской властью, для которой человек не существует. Человеческая память избирательна, и по свойственной ей законам она закрепляет в нашем сознании в первую очередь те факты и события, которые вызывают наиболее сильные эмоции. Я получила указание делать всем заключенным инъекциям грешного типа и дезинтерии, но никто не согласился на эту процедуру. Эти уколы завалили аппаратку, а заключенным не давали освобождение от работы. Нужно было сломить их упрямцем. И начальник лагеря распорядился, чтобы кухня кормила только тех, кто дал себе уколоть. Ещё несколько лет назад мы вряд ли остановили бы свой взгляд именно на этих воспоминаниях. Но сегодня они вызывают грустную улыбку и весьма красноречивые аналогии. И всё-таки Россия оставила глубокий след в душе французской провинциалки. В своих дневниках она довольно часто обращается к русскому народному творчеству и использует русские поговорки. Например, «В тюрьму дорога широка, а из тюрьмы тесна». «Знать бы, где упасть, соломки бы постелила». «Не имей сто рублей, а имей сто друзей». С русскими друзьями, которых она называет именно так, её роднит не только общая беда, но и милосердие, и великодушие, которые не дают очерстветь душе и заставляют помогать друг другу. Именно благодаря такой поддержке русских друзей Андре попадает на работу в дом младенца. Я ухаживала за детьми в возрасте от двух до девяти месяцев. Все они были рождены уголовницами. До девяти месяцев матери кормили их грудью в установленные часы. До двух лет детишки оставались в нашем доме младенца, а затем их отправляли в детские дома. Сцены расставания были невыносимыми. Чтобы не потерять детей, матери лишли на разное ухищрение. Уносили своих малышей из кроваток и прятались вместе с ними где могли, вплоть до собачьей ковры. У меня не хватало смелости вырвать детей из рук этих несчастных. Я плакала вместе с ними. И начинаю ещё больше не навидеть людей, исполнявших столь бесчеловечные законы. Немало житейских деталей жизни Молотовска в сороковых-пятидесятых годах нашло отражение в воспоминаниях авторов книги. 1944 год. Начинало серьёзно холодать и практически не переставая шла снег. Из окна я видела, как к берегу подползали тюлени, чуть ли не к самому моему порогу. Охранники НКВД убивали их из винтовок и ели. Я же, несмотря на ужасные чувства голода, не могла отважиться попробовать это тёмное мясо, пахнущее рыбик жиром. С начала войны и до 1948 года население Молотовска питалось преимущественно тюленьем мясом. Летом на нашу голову сводился закон в избежание пожара, запрещающий готовить еду в жилых помещениях. В нашем доме на транспортной улице было 30 комнат. Одна общая кухня, один туалет для женщин и один для мужчин. В каждой комнате проживало по 2-3 человека. И обычно не менее 30 жильцов хотели одновременно воспользоваться кухней. Продуктовые карточки отменили в 1948-м. Но полки в магазинах были пусты. И продукты приходилось покупать у крестьян, вынужденных обменивать свои скудные запасы на подсолнечное масло и сахар. В Молотовске, чтобы купить фунт сахара, это менее 500 грамм, нужно было простоять в очереди больше дня. От моей месячной зарплаты в 375 рублей после вычета налогов и облигаций оставалось 285 рублей. Я не могла себе позволить ходить на рынок, где мясо стоило 45-50 рублей, а картошка 4-5 рублей за килограмм. К праздникам 1 мая и Октябрьской революции, к Новому году, советское правительство выдавало каждому гражданину по 3 кило муки. Но чтобы это могу получить, надо было провести целую ночь в очереди. 5 ноября 1945 года Андреса Теренц после 8 лет заключения получила долгожданную свободу. 80 рублей, продуктовый паёк на 5 дней и временные продуктовые карточки. Подписав бумаги о неразглашении информации об администрации НКВД, а также обо всём, что свершилось тут, она вышла на свободу. По паспорту со статьёй 39-й ей был запрещён выезд за пределы Ягринвага. Такая вот свобода с ограничениями. Теперь она должна была обеспечивать себя сама и через какое-то время всё так же благодаря русским друзьям ей удалось устроиться на работу в детские ясли номер 3. Я поступила на работу в ясли номер 3 по улице Транспортной. Они находились в трёх километрах от центра города и представляли собой длинный деревянный барак, выбеленный известью. В здании не было ни водопровода, ни центрального отопления. Весляк содержалось около 50 детей, большинство из которых было от 2 до 3 лет, остальные от 3 месяцев до 1,5 лет. 80% детей в этих веслях были рождены матерями-одиночками. После 18 лет молодые люди и девушки облагались налогом на безбрачие, от которого освобождались только семьи с 4-мя детьми. Если ребёнок заболевал, мать получала бюллетень на временной нетрудоспособности на 3 дня, независимо от продолжительности заболевания. Лекарства она должна была покупать за свой счёт. В октябре 1946 года ещё действовали продуктовые карточки. Каждая мать, приводящая ребёнка в ясли, должна была отдать продуктовую карточку на ребёнка. Пока младенцам не исполнилось полгода, матерям разрешалось приходить в ясли и кормить их грудью в течение трёх часов. Известные события, касающиеся судьбы завода номер 402, в её изложении приобретают новые краски. В её воспоминаниях фигурируют инженеры, рабочие, название отделов, некоторые события, например, эпидемия массового отравления рабочих на заводе по вине врача-эпидемиолога. И слухи, которые в условиях информационной ограниченности стали неотъемлемой частью и социальным удивлением советской действительности. Как-то вечером один инженер завода 402 по дороге мне сказал, «Скоро в СССР будут праздновать 70-летие Сталина. Вероятно, он ждёт, что ему предложат в качестве подарка переименовать город Москву в город Сталина. Мы никогда не согласимся на то, что его Москву переименовали». В августе 1950 года у нас началась ужасная чехарда. Всех бывших заключённых, отсидевших срок по уголовным статьям, без предупреждения высылали из мотеса. По слухам, директор завода номер 402 Багалюбов якобы прорвел подземные тонны и по ночам передавал по рации американцам планы, над которыми работали инженеры завода. Начались массовые аресты работников завода. Слухи, как искажённая информация, не требовали и не требуют соотношений с реальными событиями и условиями. Тоннель в нашей полутистой почве – это, вероятно, то, что не требует каких-либо комментариев. Удивительно, но старожилы города подтверждают, что в 1949-50 году такие слухи в городе Молотовске действительно имели место быть. Одним из самых пронзительных страниц этой книги стали воспоминания о сыне, вернее, о сыновьях. Что может быть важнее для матери – видеть, как растёт её ребёнок, как делает первые шаги и совершает свои первые открытия, и что может быть горше вынужденной разлуки. Жизнь ожесточила Андресса Теренц, научила не замечать увечий и самой смерти, огрубила душу и сердце, но не лишила нежности, когда речь заходит о её сыновьях. Первым – Жорже, оставленном в Москве с отцом, и вторым – Юриком, рождённым здесь, в городе Молотовске. Слёзы наворачиваются на глаза при мысли о том, что мой сын сейчас уже юноша, ему 24 года. Я не видела его с 1937 года. Прошло 13 лет с тех пор, как нас разлучили. А дед сказал, что моя мама была арестована, и он готовился. Догадывается ли он о том, что где-то в России у него есть мать. И вдруг, 20 февраля 1950 года, я испытала первую настоящую радость за 13 лет. Я получила письмо от своего сына. Здравствуйте, мама. Шлём вам свой горячий привет и желаю хорошего здоровья. Мам, письмо я ваше получил, за что много раз благодарю, что не забыл о своём сыне. А я думал, что больше не увижу вас. И сколько потерянных лет. Надеюсь, мы наверстаем, как только я получу отпуск и смогу приехать и увидеться с вами. Сын едет ко мне в гости. Моё сердце готово вырваться из груди. Чувства парализовали меня, и, несмотря на то, что я окоченела от мороза, жар охватил всё мое тело. Я была словно пьяная, и совершенно не помню, как вошло в дом. Вся дрожа, я открыла дверь, и Жорж бросился мне на шею. «Мама! Мама!» И я, разумеется, разрыдалась, и Жорж, утирая мне в глаза, шептала. «Не плачь, прошу тебя». «Успокойся. Пойдём к тебе. А можно успокоиться, чтобы не горит». Ей пришлось испить до дна самую горькую её чашу и пережить своих мальчиков. Жорж Трефилов проживёт недолгую жизнь и умрёт при загадочных обстоятельствах в научной командировке в снежную бурю. А сын Юрик, рождённый в лагере в 1945 году, умрёт в трёхлетнем возрасте. Тяжело заболев, он останется без надлежащей медицинской помощи, так как в 30-ти градусный мороз врач не смог прийти к нему на помощь. В семейном альбоме внучатого племянника есть фотография с похорон Юрика, сделанная у нас в городе Молотовске. Так, в далёкой России Андре Сантеренц оставила самое дорогое, что может быть у женщины, у матери. Безусловно, Андре Сантеренц человек из другого мира. И попав в чуждую ей действительность, она мучительно пытается понять, в чём же причина такой покорности окружающих её людей. В ней бурлит южный темперамент, дьяволы великой французской революции. И даже будучи заключённой, она не боится потребовать увеличить рацион заключённым, особенно тем, кто работает на болоте. Или заявить о своих правах и отказаться выйти на работу за три дня до освобождения. Или отказаться от получения советского паспорта, воспетого Маяковским. И, наконец, рискнуть всем пойти наперекор паспортному режиму и поехать в Москву в поиске единственного шанса вернуться на родину. Страх парализует разум. И даже близким друзьям не осмеливаешься высказать свои истинные взгляды. Можно стенать, рыдать, ругаться, но когда нужно назвать имена виновных, все молчат. Да, то, что меня возмущало, это молчание и пассивность. Молчать значит быть соучастником. И что по справедливости народ можно упрекнуть в том, что он молчал и не протестовал против последователей совершаемых преступлений, не подвластных человеческому рассудку. Есть пассивность, которая непростительна. Да, она, Клантильда Андре Сент-Теренц, осужденная по статье как член семьи изменника родины, предъявляет этот исторический счет всему русскому народу, обвиняя его в безмолвии и покорности. Откуда ей, француженки, знать о таких страницах нашей истории, как монголо-татарская лига или крепостное право, или советская коллективизация, которые на протяжении столетий приучали наших предков к мысли, чтобы выжить, надо терпеть, молчать и не выделяться. Но сила русского человека состоит не в неспособности не противиться злу насилия, а в умении в минуты трудных испытаний мобилизовать все свои ресурсы и обратить все то же долготерпение в невероятную силу духа, воли и противостояния. Именно эта сила сломала хребет не одному завоевателю. Именно она стала на пути фашистской агрессии и принесла мир и свободу многим народам, в том числе способствуя освобождению и соотечественников Андре Сент-Теренц. Казалось бы, последние десятилетия навсегда стерли из памяти воспоминания о колоннах, о трудностях военного и послевоенного. И уж тем более бунтарки-француженки, более судьи, показавшиеся на нашей северной земле и стремившиеся улететь отсюда домой. Но нам удалось найти несколько документов, свидетельствующих о ее пребывании на нашей земле. Это документы о работе Андреа Сент-Теренц, например, в доме ребенка. Как правило, документы эти сухие, достаточно стандартные, но среди них есть и интересные. Например, о приеме на работу в группу, обратите внимание на формулировку, дизентерийных хроников с окладом все те же 310 рублей, про которые мы выше слышали, от которых оставалось примерно на треть меньше. В 1950 году еще один документ, вольно-наемная уже Сент-Теренц Анна Петровна, видимо, в документах это было проще проводить, разрешено было подменять медицинских сестер, но ввиду неполного укомплектования групп. Такую все-таки маленькую для себя люфт, работники кадров оставляли, почему. Ну и еще один документ, несмотря на все свое неблагонадежное прошлое, тем не менее, за хорошую работу, занесена благодарность, занесение в личное дело, вот Андрей Сент-Теренц получает такое подтвердение собственной значимости. Мы проделали большой путь для того, чтобы отыскать это самое пресловутое личное дело, но пока он, к сожалению, успехом не увенчался, будем надеяться, что впереди еще у нас будут открытия как по личности Андре Сент-Теренц, так и по не менее другим интересным судьбам, связанным с историей нашего завода и нашего города. И второй блок документов, это документы о ее работе в детских яслях номер 3 из архива Горздравотдела города Молотовска. Помимо большого количества стандартных кадровых документов о приеме на работу, освобождении, как не имеющий медицинского образования и так далее, есть несколько, тем не менее, интересных документов. Ну вот тоже стандартный такой документ, параграф второй, о том, чтобы перевести Андреа Петровну Сент-Теренц с одной должности на другое, именно групповой медсестры в яслях номер 3. И еще один документ интересный, он касается того, что в связи с незаконным расходованием продуктов была в яслях номер 3 назначена комиссия для сдачи и приема дел, в которую входит в том числе бывшая заключенная, но тем не менее медицинская сестра Сент-Теренц. Поэтому вот тоже такие следы Андреа Сент-Теренц в городе, они тем не менее существуют. Воспоминания — это единственное, что остается, когда заканчивается все. Конечно, как и любые другие дневниковые записи, воспоминания Андреа Сент-Теренца абсолютно субъективны. Это ее личный взгляд на окружающую действительность и осознание собственного «я» в чуждой ей системе не только политического устройства, но и системе ценностей. Но именно такие источники помогают нам глубже понять нашу историю, уйти от плоскостного восприятия прошлого, понимая и принимая тот факт, что в истории нет хороших или плохих периодов. Есть наша история, которая важно знать во всех ее проявлениях для того, чтобы двигаться дальше. Мы благодарим всех вас за внимание и всех тех людей, те организации, которые предоставили нам архивные документы и фотографии, всех сопричастных к сегодняшней встрече. И с большим удовольствием предоставляем слово главному герою сегодняшней встречи Дмитрию Александровичу Белановскому, исследователю, человеку, который работал в разных архивах нашей страны, Франции и, собственно говоря, открыл эту книгу широкому читателю, но и нам с вами. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!